Всем привет, ребят! С вами GoodApple, и мало кто знает, но этот канал я начинал с игры PUBG. Я очень люблю эту игру, и даже, наверное, так же, как и Майнкрафт, поэтому этот ролик я решил посвятить тематике этой игры. А именно, сейчас я вам покажу, как же сделать такую крутую штуку, которая называется Flyer Gun, ну или Ракетница, тут уже кому как удобней. Так что, давайте не будем затягивать, скорее пробей своим мощным лайком под этим роликом, ну а так же, не забудь про кнопочку подписаться, а мы погнали! Что ж, в PUBG, наверное, играли многие, да и принцип Ракетницы, уверен, большинство знает, поэтому, думаю, объяснять много не нужно. Единственное, что здесь у нас в Майнкрафте, вместо Ракетницы, арбалет с заряженным фейерверком, и когда мы стреляем вверх, то с неба нам падает сундук с рандомным лутом. Кстати, его заполняемость мы заранее, конечно же, выбираем сами, поэтому можно выбрать полный набор ресурсов, который будет попадаться в этом сундуке. И, кстати, эту систему мы обдурить не сможем, как вы, наверное, уже подумали. То есть, пока сундук спускается с неба, мы его залутать не сможем, так как он пустой, и только когда он приземлится, тогда в нем появляется лут. Вот такая интересная система. Теперь давайте же посмотрим, как это у нас все работает, и перейдем к постройке механизма. Ну а чтобы командные блоки вообще никак не мешали своим спамам в чате, советую сразу отправить вот эти две команды в чат. И, конечно же, по очереди. Сначала записали и отправили первую, и затем точно так же вторую. После чего можно уже спокойно переходить к постройке самого механизма. И первое, что нам нужно сделать, это получить командный блок. Для этого мы также открываем чат и записываем такую простенькую команду. Значит, ставим слэш, пишем гив, собака, с, команд, блок, для активации отправляем эту команду в чат, и вот мы получили командный блок. Далее мы подбираем себе удобное местечко, здесь мы ставим первый командный блок, так чтобы он смотрел вверх, и записываем в него такую команду. Экзекьют, собака, е, в квадрат на скобках тайп равен фейерворк с рокот, ставим три тильды, дальше пишем партикл майнкрафт, ставим двоеточие, пишем редстоун репитер даст партикл, дальше ставим три тильды, и ставим командный блок на режим цикла, и работает всегда. Смотрите, это мы с вами настроили визуальную часть, то есть она не совсем важна, и можно обойтись без нее, но теперь, когда мы будем стрелять фейерверком, после него будет оставаться красный след, собственно, как и после выстрела настоящей ракетницей, но здесь уже как хотите, можете при желании этот командный блок и не ставить. Ну а затем мы ставим прямо на этот командный блок следующий, и в нем будет такая команда. Пишем экзекьют, собака, е, в квадрат на скобках тайп равен фейерворк с рокот, ставим три тильды, дальше детект, снова ставим три тильды, после второй минус пятнадцать, дальше пишем эйр ноль, экзекьют, собака, с, ставим три тильды, детект, дальше снова ставим три тильды, после второй один, пишем эйр ноль, дальше снова экзекьют, собака, с, ставим три тильды, пишем детект, Ставим три тильды, после второй десять пишем air 0, summon armor stand loot, снова ставим три тильды, после второй десять и ставим командный блок на режим цепи и работает всегда. Такс, готово, ставим следующий командный блок, в который записываем такую команду. Экзекьют, собака е в квадратном скобках тая, равен armor stand, запятая, name равен loot, ставим три тильды, после второй минус десять пишем kill, собака е в квадратном скобках тая, равен fearworks rocket, запятая, r равно три, и также ставим командный блок на режим цепи и работает всегда. Ставим следующий командный блок, в котором будет такая команда. Значится, пишем эффект, собака е в квадратном скобках тая, равен armor stand, запятая, name равен loot, пишем slow failing, ставим четыре девятки, сто, пишем true, и также ставим командный блок на режим цепи и работает всегда. Что ж, ну и переходим к раннему командному блоку в этом столбике, в котором будет такая команда. Она, кстати, будет довольно похожа, единственное, что в ней будет отличаться, это название эффекта, здесь это будет invisibility, и также будет отличаться сила эффекта, здесь мы вместо ста ставим один. Ну и, конечно же, этот командный блок также будет в режиме цепи и работает всегда. Так, теперь мы спускаемся вот сюда, здесь у нас будет следующий командный блок, мы его также ставим, чтобы он смотрел вверх, и записываем в него такую команду. Execute, собака е в квадратном скобках тая, равен armor stand, запятая, name равен loot, ставим три тильды, дальше detect, снова ставим три тильды, после второй минус два, пишем air 0, set block, снова ставим три тильды, после второй минус один, пишем trap at chest, и ставим командный блок на режим цикла, и работает всегда. Дальше здесь же, прям на этот командный блок мы ставим следующий, и в нем будет такая команда. Пишем execute, собака е в квадратном скобках тая, равен armor stand, запятая, name равен loot, ставим три тильды, дальше пишем detect, снова ставим три тильды, пишем trap at chest 0, set block, снова ставим три тильды, пишем air, и ставим командный блок на режим цепи, и работает всегда. Такс, теперь двигаемся сюда, такс, теперь двигаемся сюда, такс, теперь двигаемся сюда, следующий командный блок у нас будет вот здесь, ну и записываем в него такую команду. Execute, собака е в квадратном скобках тая, равен armor stand, запятая, name равен loot, ставим три тильды, дальше пишем test for block, снова ставим три тильды, после второй минус три, пишем air, и ставим командный блок на режим цикла, и работает всегда. Затем нам нужно взять компаратор, редстоун факел, и любой блок, который проводит редстоун сигнал, значится компаратор мы ставим вот сюда, от этого циклического командного блока, за ним мы ставим блок, а на этот блок мы ставим редстоун факел. Готово, и следующий командный блок мы ставим вот сюда, то есть прямо над этим компаратором, и также чтобы он смотрел вверх, но команду мы в него пока не записываем. Дальше мы берем сундуки и armor stand, значится сундуки нам нужно будет здесь проставить в линию, но ставить нужно не так, то есть не боком, иначе они будут соединяться, а это нам не нужно, поэтому мы их выставляем вот таким образом. Ну а выставлять их нужно столько, сколько вы хотите вариантов различного лута, я к примеру поставлю четыре. Затем на эти сундуки мы выставляем armor stand, и здесь вообще не важно в какую сторону они у вас будут смотреть, после чего мы заранее названной биркой даем каждому armor stand имя рандом. Так, готово, ну и потом эти сундуки мы заполняем лутом, который вы хотите, чтобы выпадал с аирдропа, но я тут долго выбирать не буду, поэтому просто для примера накидаю в них различного хлама. Так, значит раскидали мы наш лут, теперь возвращаемся обратно, снова заходим в этот командный блок, в который мы так и не записали команду, и вот теперь пришло время ее записать. Execute собака R, если что собака R это значит какое-то случайное существо, то есть действие происходит относительно не какого-то конкретного, а относительно какого-то случайного выбора. И дальше в квадратных скобках мы указываем среди каких существ будет проходить выбор, то есть здесь мы записываем type равен armor stand, name равен рандом, то есть это мы указали, что у нас будет проходить выбор среди armor stand с именем рандом. Далее мы ставим 3 тильды, пишем клон, и затем мы ставим целых 6 тильд подряд, затем выходим, и нам нужно узнать координату на вот этом командном блоке. У меня это к примеру минус 63, 65, минус 166, значит записываем координату в этот командный блок, и больше в нем ничего не меняем. Так, дальше на этот командный блок мы ставим следующий, и записываем в него такую команду. Execute собака E в квадратных скобках type равен armor stand, name равен loot, ставим 3 тильды, пишем клон, дальше записываем ту же координату, у меня это минус 63, 65, минус 166, здесь нам нужно эту координату записать два раза подряд, затем мы ставим 3 тильды, после второй минус 1, и ставим этот командный блок на режим цепи, и работает всегда. Ну и переходим к заключительному командному блоку в этом механизме, кстати команда в нем будет довольно простая. В общем пишем kill, собака E в квадратных скобках type равен armor stand, запятая name равен loot. Готово, ставим командный блок на режим цепи, работает всегда, и все, наш механизм полностью готов. Что ж, теперь давайте мы все лишнее пожалуй уберем, чтобы оно нам не мешалось, и проверим как же это у нас все работает. В общем спускаемся, сразу берем в левую руку фейерверк, чтобы не стрелять стрелами, и кстати да, фейерверк вообще не важно какой, можете брать со взрывателем, а можете как у меня просто самый обычный. Да, это вообще никак не будет влиять на работу механизма. В общем мы стреляем вверх, и у нас вверху появляется сундук, который медленно спускается вниз, и что же нам попалось? А в этот раз нам попалась бирка. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Так, и да, еще важный момент в том, что стрелять нужно именно вверх, собственно как и в любой игре, в которой есть ракетница, иначе если мы выстрелим просто вбок, то просто потратим наш заряд. Ну, вот так это у нас все работает. И да, кто вдруг еще не знает, как же сделать так, чтобы механизм работал всегда, вне зависимости от того, где вы будете от него находиться, то есть насколько далеко вы от него отойдете, то нужно просто стать рядом со своим механизмом и в чат отправить вот такую команду. Слэш, тикинерия, эд, киркл, ставим три кильды, один, и запишите любое английское слово, ну или даже можете просто поставить любую английскую букву, это будет название вашей тактовой области. С помощью этой команды область, в которой вы находились, будет оставаться постоянно прогруженной, вне зависимости от того, насколько далеко вы будете от нее находиться. Ну, а на этом все, ребятки! Всем огромное спасибо за просмотр! Вот такой ролик у меня получился в этот раз, и если он тебе понравился, то обязательно не забудь поддержать его своим мощным лайком! Ну, а также, если у тебя все еще светится красная кнопочка подписаться, скорее по ней жмякни и делай ее серой. И, конечно же, розыгрыш бесплатной рекламы, которую можешь получить даже ты, ведь для этого нужно сделать всего пару простых действий, если что, все подробно увидишь в описании. Ну, а в этот раз победил канал Роша, его канал также посвящен Майнкрафту, но видосы он выпускает не в обычном стандартном формате, а в формате шортс. То есть, его формат похож на тикток, так что, думаю, многим будет интересно, и советую скорее залетать на его канал по первой ссылочке в описании. Ну, а с вами, как всегда, был GoodApple. Всем до скорого, и всем пока!